То, что мы сейчас все заблокировали, это неправильная политика, потому что в эпидемиологическом плане правильная политика не блокирование, а позволить всем, кто может заразиться, заразиться, всем, кто должен умереть, максимально попытаться сберечь жизни и сделать это как плавно, да? И вот эта плавность означает, что в том числе сохраняя экономическую состоятельность, иначе если у вас нет экономической состоятельности, вы не сможете закупить маски, не сможете закупить тестов, коли так случилось, что у вас их нет, не сможете закупить аппараты ИВЛ и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы просто не сможете бороться с эпидемией. И в этом смысле я считаю, что очень плохо сработали в который раз средства массовой информации. Почему? Ну потому что беспрецедентная массовая истерия, массовый психоз и паника, которую правительство, президент, депутаты даже не думали останавливать. То есть кое-кого из них приглашали, и от них звучали вполне рациональные комментарии, высказания и так далее. Но они не сработали как власть. Они не дали никаких сигналов масс-медиа, что не надо массовой стрелки, не надо паники. Мы видим сценарии таковы. Рассказать все это честно. Но до сих пор же, по большому счету, нам врут. Потому что говорят, вот, через два месяца, вот как вы задали мне вопрос, через два месяца мы вернемся к обычной ситуации существования, и все будет так, как прежде. Но это же вранье. Ну почему вранье? Думаете, не вернемся? Невозможно. Посмотрите на предыдущие эпидемии, когда не было массового психоза. За сколько продолжались эпидемии? Как минимум больше двух лет. То есть как бы три и больше года, да? Что нам позволяет говорить, что эта эпидемия произойдет быстрее? То есть я не вижу никаких оснований, что она произойдет быстрее. Значит, у нас два года приблизительно в такой ситуации. Извините, два года ситуации вот так, потому что мы не смогли использовать тонкие инструменты и стратегирование как таковое. Это фактически разрушение экономики страны. То есть разрушения очень конкретные. И то, что там нам рисуют, я не знаю, пытаются приукрашивать действительность, мы очень серьезно просядем. Очень серьезно. И это точно будет больше половины проседания. И вот меня это настораживает, потому что это же была идеальная ситуация для того, чтобы от выживания перейти к стратегированию и развитию. Посмотрите на кризисы, условно говоря, на опыт кризиса в Соединенных Штатах в конце 20-х, начало 30-х. Что они делали? Осуществляли большие, масштабные государственные проекты. Потому что в этой ситуации только на это у государства есть деньги. Так устроено бюджетирование. Бизнес весь лежит. Государство тупо печатает деньги или занимает. И вкладывает их в большие проекты, потому что ему нужно занять граждан, невозможно заработать. То есть нормальная практика выхода из кризисов. Мы же могли воспользоваться. Но мы не можем воспользоваться, потому что мы неверно спрогнозировали длительность эпидемии экономического кризиса. То есть мы считаем месяцы, на самом деле годы. Мы неверно применили стратегирование. Мы не успокоили, мы развернули массовый психоз. И теперь он нам назад возвращается в виде страха, в виде массового страха. Как в виде давления. Куча экспертов, которые нам рассказывают. Все, всем. Всех к ногтю. Всех засадить. Кошмарные штрафы. Я знаете, что думаю? Что вот эти люди, которые приняли вот этот закон по поводу 17 тысяч гривен. Вот когда они умрут, им на могиле напишут эти 17 тысяч гривен. Чтобы было понятно просто. То есть, вы знаете какие штрафы? Ну я слышал, там 150 евро. Там 200, 300, до 400 евро в отдельных странах. Ну посчитайте, сколько 17 тысяч гривен. Ну извините, до 600 долларов. Это где такие штрафы вы видели? То есть, что это за страна, в которой боролись, боролись за свободу. А когда ввели драконовский закон, никто даже по большому счету не оказал серьезного сопротивления. То есть, ну а как живутся достоинства? О каком достоинстве идет речь? А за что боролись? А за что эти люди гибли на Майдане? А за что мы гибли в войне? Ну в этом смысле у меня очень грустное впечатление от того, что происходит. И я не вижу попыток сохранить страну целостной и в экономической плане эффективной. И прогнозы мои мрачные. Потому что мы не перешли к сценированию. Мы не вышли на стратегирование. Мы не поставили вопрос о развитии. Мы продолжаем находиться в ситуации внешнего управления. А внешнее управление продолжает развиваться в логике докризисного мира.